Мари Мишна 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Ребенок, его преимущество в том, что он легко принимает свое движество. Это никак его не оскорбляет. Это его преимущество. Легко признаться. Легко оскорбление. Подавления личности нет. Но вот взрослому человеку, который по определению должен знать, может быть даже учить, ему признать, что он ничего не знает, это очень трудно, потому что это оскорбляет его личность. Оскорбление противоестественное для души личности. Это трудность. Как так признать в себе невежество, чтобы не оскорбить саму себя? Это задача серьезная. Потому что если мы оскорбляем себя, то сознание тоже прерывается. Истинное знание начинается с уважения к себе. То есть истинный стимул принять трансцендентное знание, это значит, как иногда говорят, полюбить себя. То есть взять ответственность за свою жизнь. То есть проникнуться максимальным уважением к себе, к смыслу своей жизни. И вот это рождает истинный энтузиазм. Вот силу понять вообще, где я оказался, почему я страдаю, куда мне нужно идти. Он исходит из уважения к себе. Если кто-то оскорбляет себя, неуважительно к себе относится, то такого энтузиазма не возникает. Называется ложная история. Да кто это такое? Да какая разница? Да как-то уж жить, так жить, как-нибудь жить, а значит просто наслаждаться. Даже само уничижение является формой чувственного наслаждения. И так все это уловки материального восприятия и материального мышления, которые препятствуют истинному самосознанию. Но истинное знание, трансцендентное знание получается, когда человек решает вот эти две задачи. Он берет ответственность за свою жизнь, то есть он серьезно относится к себе. А второе, он признает честно, что он не имеет никакого знания о том, кто он и какого целима жизни. И когда человек это признает, он способен постигать. Его постижение как раз начинается с материальной природы. То есть он отказывается опираться на свой опыт восприятия этого мира. И слушает священные писания или великих освобожденных душ, которая описывает материальный мир не с точки зрения материального опыта, а с точки зрения духовного мира, с точки зрения чистого сознания. То есть можно видеть этот мир помимо чувства ума. Это не просто даже принятие. Как познавать мир без чувства ума? Что тогда видно? Что мы сейчас сейчас видим? Вчера был семинар для новых людей. И пришлось долго доказывать, что цвета и звуки, которые мы воспринимаем, казалось бы. Потому что цвета различаются. Хотя бы это я знаю, да? Это зеленое, это синее, это желтое. Ну это магно, казалось. На самом деле то, что глаза воспринимают, они не цвета воспринимают. Они электромагнитные волны воспринимают, да? Которые на колпочки и палочки падают. Возвращаются в мозг. Нам ответ выдается в файл. Зеленое. Это зеленое просто договор людей. Которые свои ощущения договорились назвать зеленое. Через маму и папу этот договор заключили, подписали. Все, я думаю на русском языке. И вот эти электромагнитные волны называют зеленые. Эти электромагнитные волны отличаются от сини. По сути так. То есть, глаз цветов не видит. Вообще, если нет глаза, вот этих цветов нет. Которые мы называем цветами. Или, допустим, звуки мы говорим. Я слышу, ну даже Хариклишну. Ну Хариклишну я слышу. Ухо разве слышит Хариклишну? Придется признать, что нет. Он слышит только колебания воздуха. Ну то есть, придется признать, что чувства вообще, как бы просто сами с собой разговаривают, знаете. Помимо себя. А вот истинную реальность они не воспринимают. Но надо было обязательно сказать, что когда мы принимаем это, что мы находимся в темноте органов чужих. то на самом деле цвета есть. И звуки есть. Но их не видно ни глазом, ни ухом. Не воспринимаются. Но сознание может воспринимать объективный цвет. Через освободенную душу она видит материальный мир, силу цвета, краски, но не органы для чувств. А как? Через внутренний слух. То есть шапта Промана, она называем, это не колебание воздуха. Это вибрация духовной реальности. Это правда, это истина. Абсолютная истина в форме звука. Если это абсолютно истина в форме звука, мы пропускаем в сердце опять-таки, ни в ухо, ни в мозг, ни в ум, то в этом случае душа пробуждается и, входя в созвучие с этим трансцендентным звуком, видит этот мир. Точно так же, как мы находились в духовном мире. Из-за всего открывается, мы видим этот мир, и мы видим его как продолжение духовного мира. В конце концов, как игры духовного мира. Материальный мир – это место развлечения Кришны, на самом деле. Вот пока мы находимся на уровне чувств и ума, нам нужно сказать, что Тюрьма – это тюрьма. Но она не сама по себе тюрьма. Как нам говорят, это тюрьма без окон и дверей. То есть мы сами в этой тюрьме сидим. То есть эта тюрьма изнутри идет. То есть это просто тюрьма связан с тем, что мы опираемся на чувства и ума. Но как только мы видим с помощью звука трансцендентного, это не тюрьма, это кшетра, это лила кшетра. Здесь Кришна наслаждается. Я недавно услышал, здесь он наслаждается еще больше, чем духовный мир. Есть нитя лила, а есть намитика лила. Нитя лила – это то, что в духовном мире постоянно происходит, а намитика лила – это игра разворачивается не в какое-то время. Материальный мир. И Вишанач Кривайтакур говорит, что намитика лила более сладостного для Кришны, чем намитика лила. То есть вот он, высший совершенный замысел материального мира. Он на самом деле больше создан для живых существ, для условий для живых существ, для Кришны. Вишанач Кривайтакуре даже примеры приводит. Когда, допустим, свеча, вот она красиво горит, да? Но когда она красиво горит? Если горит, тогда она в темноте горит, да? Если мы хотим ощутить эстетическое наслаждение от горения свечи, надо выключить свет. А если она горит просто в солнечный день, ну не очень красиво. То есть когда Кришна приходит в материальный мир, это контрастно. Здесь у нас создается больше, ярче. Или Вишанач Кривайтакуре приводит пример драгоценного камня. Он на серебряном подносе не так красиво выглядит, как на черном бархате. То есть вот это сила контраста. Итак, Кришна, Он в этом материальном мире разворачивает Свои игры, решая тем самым множество задач. Мы знаем об этом. Но прежде всего Он наслаждается. Вот, если мы видим из этого материального мира как повод для наслаждения Кришны, то мы сознаем Кришну. Но как нам это убедиться? Это очень сложно. То есть на уровне органов чувств и ума невозможно. Поэтому вопрос познания. Это первый вопрос трансцендентного знания. Живого Слава начинает свои Сандархи. Именно с этого. Он объясняет на пределы познания чувства ума. И заявляет, что трансцендентное знание, отчиньте, оно непостижимо. Именно на этой платформе. Но оно постижимо. Очень важно. Оно постижимо, если мы принимаем трансцендентные звуки. Вот в этом вся суть и трудность начинающего преданного, начинающего трансцендентного знания. То есть нужно принимать. Какая у нас склонность обычно, если мы хотим получить знания? Мы ждем объяснения. Правильно? Слои, образующие покрытие Вселенной. Состоят из материальных элементов. Земли, воды, огня, воздуха, эфиры. Мы размышляем. Так, Земля. Ну пусть 6 миллиардов километров. Кто-то представляет себя? Ну ладно, представили. 6 миллиардов. Ну ладно. Вот Земля каким-то образом. Можете представить, что там за этим небом Земля. Причем она 6 умножить 10, 60 миллиардов километров. Что? Вселенная. Еще в 10 раз толще. И это как-то так висит над всем этим. Ну ладно, представили. Вот еще толще этого 600 миллиардов километров. Это вода. И вот. Кого хватит? Отойти до воздуха. А потом еще надо дойти до ума, которая еще 10 раз толще. Возможно это будет. Просто транс. Определенно транс. Персональный. То есть ничего. Ни материя не останется, ни духа. Просто застрянем эти оболочки. То есть представить невозможно. И тут какой-то ученый обязательно поднимет руку и скажет. А как вы объясните это? Да. Мало и что вы сказали. Надо же объяснить. В этом суть всего познания. Академического, научного. Что же я говорю. Современный научный рациональный. Ну и кто-то будет объяснять наверное. Ну попробуйте объяснить. Читающий Андрей Шурин. Ну идите, проверьте. Шесть миллиардов или шестьдесят миллиардов. Проверяйте. Он говорит. Я не против. То есть это не серьезно. Это просто не серьезно. Но ученые это очень серьезно. Если посмотрите, очень серьезно объясняют все. И мы часто смеемся над такими учеными. Правопада смеялся, лягушками называл, всякими животными. Они обижаются в начале. Потом перестают обижаться. Это я вам подтверждаю. Если войти с ученым в личные отношения. Особенно если я про сад поверью. Они уже недолго обижаются. Он говорит. Ну да, вообще-то не серьезно все. Сейчас дали миллион двести тысяч долларов за позон Хиггса. Знаешь, такой бозон Хиггса. Бозон это вот бозон. Бозон. Просто поверьте в класс. И они это рассчитали. Это просто концепция. Ментальный конструктор. Вот как атом. Атом. И нарисовали дитям в школе. Там по дороге. Протонешься или не тронешься. Ну просто рисунок. Это очень серьезно. Они думают, что они поняли атомальную структуру мира. А здесь совсем другие атомы. Вот как раз. Ментальный рассказал, что такое атомы. Атомы это совсем не то, что они называют атомы. Они просто придумали. Это просто воображение. И этот бозон. Не показывать эту лекцию. Бозон это просто будемка. Который можно подтвердить математически. А что нельзя подтвердить математически? Кто знаком с компьютером? Да все что угодно. Главное программу сделать. Правильно. И так это просто игра ума. И ум он порождает реальность. Подобно как сон. Если мы в уме к чему-то привязываем, нам приснится что-то. Но если мы были в Альпах и привязаны к золоту, нам приснится золотые Альпы. Это пример Павпады. Мы будем смотреть во сне и наслаждаться. Точно это не чувствовать. Где должны быть золотые горы. Я же привязан. Где должны быть горы золотые. И во сне это увижу. И так просто воображение. Это грезы как Павпады. Но это может быть все серьезно. Обычно. Павпад это беспощадно разоблачал. Для чего? Кто скажет. Почему он так серьезно и жестко разоблачал ученых? Мы же на лове Альпах. Мы торгили, советы, участвовали. Совершенно правильно. Для нас. Почему? Потому что мы кто? Когда мы приходим к собеседнику. На какой программе? Обучаем. Мы говорим объясните. Вот как это вот душа. Вот как это святое имя не отличное от Кришны. Вот это объяснить правильно. Нам кажется что когда объяснили, легче повторять. Такая же ассоциация. Нам просто объяснили и мантра пошла. Потому что объяснили. Но на самом деле, поэтому Кришна доволен проявляться в святом мире, что нам объяснили. Когда Кришна говорит о Бхагавадгите, почему он вдохновлен? Что люди изучают Бхагавадгиту? Потому что они объяснение получают? Или как он это определяет в конце гиты? Кто помнит? Тот, кто слушает наши с тобой беседы? Да. Тот, кто слушает эту беседу? Тот разум поклоняет сны. Бхагавадж. То есть суть поклонений. Когда мы выслушиваем знания о материальном мире из уст реализованных душ, то мы поклоняемся. Вот суть-то принятия, поклонения там знания. А не то, что мы что-то объяснили. Если мы думаем, что у нас есть какое-то продвижение в духовной жизни, просто потому что нам это объяснили, то это не протянется долго. То есть некоторое время мы почувствуем, что нет, как не до конца объяснили. Есть такое? Вот сегодня объяснили, я вдохновлен все, летаю целый день. Я весь в Бхаре преднал служение. Но на следующий день вдруг обнаруживаю, ну да, да, вот так это было, но тут-то не логически. До конца пойдем. И мы уже приходим в следующий раз, но бхагатами ожидают. Как нам еще больше объясняют, что Святое Имя не отлична Савва Кришна. И кто-то действительно может брать и еще больше объяснить. И так мы можем запутываться, становясь такими академическими учеными. И это примесь дьяны. Дьяна означает как раз вот эта позиция, установка познания. Когда я пытаюсь познать даже не только материальные вещи, а и духовные вещи, вот желаю получить объяснение. То есть с помощью мамы. Но в чем тезис сегодняшнего обсуждения? Что не только знания о духовном мире, но даже о материальном мире нужно получить через поклонение трансцендентному звуку. Как раз сознательно отказываемся от всякой необходимости в объяснении. Нужно принять. Нужно принять, что 6 миллиардов километров. Когда мы примем, ум успокоится. И когда ум успокаивается, он как подобен волном на глади воды. Когда они успокоились, дарят. Вид одно. То есть ум успокоен, просто приняв трансцендентное звание в материальной природе, он видит материальный мир уже другими глазами. Но он видит. Душа видит. Тот, кто успокоил ум, видит кого? Кришна говорит подвергнуть. Свирь душу. Узнание, конечно, какое через свирь душу. Не так, что душа сама по себе видит. Душа здесь защищена свирь душой, в этом смысл. Что понятно, что у нас своих глаз нет. Как Прабхупада говорил. Что наши глаза видят, если солнце не взошло? Солнце взошло, глаза видят. То есть, когда душа в контакте со свирь душой, а свирь душа это сам Бог, он видит определенный образом материальный мир, то душа через свирь душу также видит материальный мир. Как мы говорим, разум приходит от свирь души. Буддхи. Буддхи это разум, который приходит прямо от свирь души. И вот это та платформа познания, которая преодолевает эту склонность к объяснениям, к вере в чувственное восприятие. Все это нас просто освобождает. Просто отваливается из нас штукатура. Это очень важно. То есть, уровень разума обесценивает материальное познание. И веру в материальное познание. Это становится очень легко в сознании. Просто, если мы получили трансцендентный звук и приняли его, Душа просыпается. Просыпается истинно энтузиазмом. Уцеха нищая, тариата. Такая уцеха, которая нищая, так нищая, такую решимость дает выбираться из материального мира. Потому что никакая мая у нас не станет. И мы готовы терпеть все в блаженстве. Дхарьян. Такое терпение, которое не сцепит зубы терпения. Мы иногда думаем, что терпение это нужно продержаться. И когда-то это должно кончиться. Нет. Дхарьян это не такое терпение. Это терпение, которое исходит из знания, что я пал в материальный мир. Что я хотел еще? Его надо потерпеть. Он как бы жужжит. Он жужжит. Комары жужжат. Ну и что? Когда потеряем Святое Имя, комары уже не жужжат. Святое Имя громче жужжания комаров. И так легко жить в материальном мире, если мы постоянно поклоняемся трансцендентному слуху. То есть мы с почтением, то есть мы не спекулируем. И это определенная работа, это практика. И в этой практике есть много аспектов. Практически все, что мы не говорим, все, что мы не объясняем, с разных сторон разные аспекты философии сознания Кришны, они касаются именно этого, как утвердиться на платформе разума. Сознание Кришны называется Будхи Йога. То есть такая связь с Богом, который на платформе разума. Возможно только на платформе разума. Вот если вот ум сейчас услышит эту лекцию, что не нужно ничего объяснять, нужно просто принимать, каким он станет? Вот мы говорим, клянусь, правильные вещи. Но вот если ум ваш слышит только это, то что будет? Катастрофа Будхи. Отсюда выйдет зомби, которые понимают. Так, думать нельзя, чувствовать нельзя, не только принимать. Ум думает, я все понял. Это называется религиозным сознанием Будда. Поэтому битва обществе преданных идет между религиозным и духовным восприятием реальности. Потому что мы говорим, правильные вещи, они воспринимаются умом. А нужно воспринимать это разумом. Разум это делает творчески. Для самого Махаража говорит об ученичестве, на творчество подходит, это вся платформа разума. То есть разум, вот эта творческая инстанция, которая черпает энтузиазм прямо от сверхдуши. Разум учится. Он никогда не учится. Если говорить, что учится, он притворяется. Он двоечник, он бегает на уроки, потому что родители сказали. Вот как только там что, он разбежал. Сколько? Ну и с дневником еще пришел после урока оценочек. Могут поставить. Вдруг не забыть. Вот такой именно человек. У нас есть такой опыт. Но разум он хочет быть учеником. Это его природа. Где учитель? Где учитель? Куча учителей. Каждый учитель как старся. Какая благоприятная ситуация. А он как смотрит? Учителей. Где тут учителя? Господи. Я вот как подумаю. Много могу сказать. Что удивительно. Какая штука. Итак, вот эта трудность. Ум. Мы в нем живем, как рыба в воде. Ничего кроме Има не знаем. И тут разум. И что говорит он? Мы знаем, кто такой разум. Сейчас мы тебе объясним. Какой разум. Да? Разум это что? Ну это когда я говорю разум на все. Это когда я вот, вот, вот. Разумленный, то у меня все получается. Я как не скажу, все говорят, что это очень разумно. То есть это разумно. Это когда меня всегда называют разумным. Когда я не ошибаюсь. Разумный человек. Как я могу ошибаться? Абсолютная глупость. Потому что разум понимает, что ученик, он не только делает, что ошибается. Это его работа. А ум, он постоянно боится в панике совершить ошибку. Почему он боится? Все сразу разоблачают, что это не разум было. А ум? Все подумают, что это не разумно. А для него мнение других это абсолютная вторитет. То есть ум, он же ничего не понимает. Он думает, что если другие думают, что я умный, ну наверное я умный. Вот так умничать в себе общине. Где понимают, кто я такой, ну это нормальное общество. Где говорят, что я глупец, ну это просто неправильное общество. Моя проблема в том, что они с теми людьми общаются. Надо срочно сменить. Вот так вот запутывается. И начинает служить глупым людям. И так эта трагедия и практика сознания Кришны, это некие усилия для того, чтобы сменить установку познания. Практически с платформы ума и подняться на уровень разума. А Капишара Прабу уже прошел или уже ушел? Да, уже ушел. Сказали, Вася. 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 Сейчас ожидала, что такое разум трудно. И я вспомнил сейчас похоже умничать уже. Уже 9 часов, наверное. Я разумились сейчас и на то, чтобы разбавить. И я вспомнил не так с вами. Рассказывал историю на этом фестивале. Я ее уже слышал, конечно, но рассказывал так глубоко. И вот это вот типичное проявление истинных критерий в разуме. История о том, как разум увидеть, настоящий разум, кто был на садку с собой. То есть многие слышали о том, кто такой чистый предан, как его узнать. Серьезная проблема. Причем вопрос возник у очень образованного человека. Это Южная Индия, это вайшнамская традиция. Очень богатая, многовековая, Романоджио Санкрадая. И там очень высокие стандарты вайшнамской культуры. Все знают, что Раджи Свати, перед тем, как открывать Гаудио Матху, он ездил в Южную Индию, учился в этих премиях, чтобы открыть храмы Гаудио Матху. Продолжить гнисья Господа читает. То есть очень-очень образованное, преданные вайшнамы, великие Ачарьи. И вот в их кругу, в близком общении рождается вопрос. Каковы критерии чистого преданка, как его видеть? Оказывается, не так просто. И задает этот вопрос близкий ученик Парашарана Ачарьи. Парашарана Ачарьи – это сын Куреша, а Куреша был близким слугой Романоджио Ачарьи Санкрады. То есть практически Парашарана Ачарьи – это следующий из Романоджио Ачарьи Швистбарда. Величайший учебник описывается. Память была феноменальная. Это узнал в США страны изусть. Он жил в самом рангах, с рангами, общался непосредственно с Романоджио Ачарьи. Он в Ростове Ачарьи. К ним постоянно дашали толпы, толпы людей каждый день. Каждый день принимал десятки, сотни людей. Отвечал на их вопросы. И вот ему задает вопрос, его близкий ученик, успешный ученик, и спрашивает, каковы признаки чистого преданного? Как можно увидеть? Вот если я не верю, то как можно увидеть по внешним признакам? Парашар Ачарьи говорит, я не знаю. Решач говорит, я не знаю. Я знаю, кто знает, но я не знаю. Пойдем, я спросил, я тоже не знаю. И тут на сцену выходит Анатта Ачарьи. Вот такой особо приобрешенный Романоджио. Это великий преданный. Он прославился тем, что однажды он предался со своими духовными учителями абсолютно, полностью. Это было тогда, когда Анатта Ачарьи почувствовал большую разлуку с Баладжием, то есть с Божеством, который находится в Чирамбле, он находится в Терупатии, на высокой горе. Это гора, лиц, и чтобы добраться до Баладжием, нужно долго подниматься на ступеньках. Крутые ступеньки, 4 часа. Я шел чуть не умер. Молодые были, но что нам 4 часа по ступенькам дали? А я никогда по ступенькам долго не ходил. И я помню, у меня была такая поликрамка, и там была, может быть, ручка, тетрадка, какая-то книжка. И шлют с поликраммом. Может, я не знаю, 800 грамм все это весило. Где-то через 2 часа пути я думал. Я проклянулся, зачем я взял эту поликрамму. Эта книга такая тяжелая. Тетрадка, это тяжелая. Очень тяжело добираться. Очень высоко в горах. И вот там Баладжи остался в одиночестве в каком-то время. То есть не было кому за ним ухаживать. Достойно, скажем, по достойным стандартам. И Роману же все это в трансе увидел и проникся в глубокий чувство разлуки и желание как-то послужить Баладжи. И он собрал своих учеников и со всем смеением попросил. Говорит, у меня боль в сердце. Пожалуйста, может кто-то из вас проявит свою боль и поможет мне организовать поклонение еще Баладжи. Баладжи сказал мне в основе. Проникся, что он не очень доволен, что ему преподносят цветы. Цветы не растут, поэтому он прилагает цветов. Препоклоняется. Может быть, кто-то из вас отправится в Церапатию. И разведет там шикарный сад и вырастет там цветы, и поклоняется Баладжи. Вместо всей сухой жизни. Где-то нужно оставить, конечно, Ширанга, где пошли в храм, где все расстроены. И все, при всей предности Роман Рожжария опустили Бога. Он не могла себе представить. Все нужно было оставить. Похоже, чем принять Заньясу. Он пропадает. Он мог принять реальную Заньясу и уйти туда, кто тебя никогда не увидит, никогда не попросит тебя прочитать лекцию, никогда не на комфорт тебя просадят. Просто выращивай там цветы и предлагаешь и Баладжи. Но это будет очень трудно. Мы все пустили Бога. Обречая его, держу паузу, через некоторое время спросил, может кто-то все-таки зевец и желание и отправится в Церапатию, и вырастет цветы и пригодит Баладжи. Янанта Чай, он семейный человек, и Бог. Если вы так желаете, вы готовы это сделать. И он оставил все. Сейчас могу тут ошибаться. То ли с семьей он ушел туда, то ли сам. Хоть и сам. Кто-то не поправит, не знаю. С женой шел. Что пойдет? Ну что же, ну. Заберем. А? Заберем. Заберем уже. И все. И с тех пор он там служил Баладжи, разводил цветы. И какой-то момент Романуэль Чайева настолько благодарен, что он пришел туда лично, чтобы просто поклониться в стопы своим ученикам. Анатадо Ачарья получил всю милость духовного учителя. И поражая на Ачарья, он знал это. Что если кто-то и знает самое сокровенное знание, то тут только он. И он послал своего ученика под Романуэль Чайева, он туда, в Террупатю, на эту гору. И тот пришел. На этой горе, конечно, ситуация другая, там нет такого пышного поклонения, там нет много последователей, Ачарья очень скромно служит. Иногда к нему кто-то придет с вопросом. И вот этот ученик был одним из таких. Он пришел с вопросом, поклонился, сказал, я по благословению не сам, это не мое независимое решение. И он Порошана на чай, и послал, и Порошана на чай. Он на чай, конечно, с уважительной вопросик к этой просьбе. Какой у тебя вопрос? Меня очень волнует. Это вопрос на всей духовной жизни. Пожалуйста, скажите. Мой гороскоп сказал, что, как вы знаете, ответил этот вопрос. Каковы признаки чистого применения? Да, человек там слышал, он сделал это, что не расслышал вопрос, и разговор закончился. Недавно, вообще началось. Сама пошла. Этот ученик был очень разумен. То есть, он не стал выяснять, почему это он так сделал. Он вообще не с этой стороны думал. Он понял. Я не заслужил. Все так просто. Похоже, вопрос точно серьезный. И любой ученик знает, что если нет ответа, нужно продолжать служить. И он решился. Я буду служить просто на начале, пока он мне не ответит. Если не ответит до моей смерти, я буду служить. Кто-то его рукостролит. вот это решимость. А потому что легко терпеть. Основный разум, это мир легко терпеть. И так, он служил ему с большой преданностью, вкладывая все свое сердце, всю свою веру в Кришну, в Гуру. И он служил ему в шесть месяцев. Через шесть месяцев там был какой-то праздник. И пришло поэтому много людей. И так как служб было мало, он отдал человеку, то этот ученик, он помогал мне. Он принял гостей, он кормил их просадом. И в какой-то момент, уже праздник кончился, он накормил около ста человек, и положил в чистой совесть в себе какую-то просаду, и он принял просаду. И как только он уже произнес шариля видя джава, и он тут вырос, и он откуда-нибудь здесь. Ты хочешь просаду принять? Ну да, если можно. Ты знаешь, что там еще сто человек подошли, ты не мог бы тоже просаду раздеть. Тут же встал. И пошел, послушно, и пошел кормить еще сто человек. Накормил их всех. Они разошлись в благодарность. Я подумал, сейчас точно. Как только он опять хотел принять просаду, опять, и только когда человек подошел, ты знаешь, еще сто человек подошли. Ну, пока нет. Ну ладно, горы испытывали. хорошо, по крайней мере, еще сто человек. Короче, он много покрыл людей. И уже было, давно село солнце, и было около полуночи, вот так рада над с вами поставить. И он уже больше даже хотел есть, чем спать. А? спать, говорил, хотя бы, можно. Короче, он хотел есть и спать. Дерево было. И вот в этом полусознательном состоянии к нему подошел Романда Чарлина, который тоже не спал. И спросил так, Левина, у тебя, помнится, какой-то вопрос был? Вот я сейчас, он как раз время тут изменился. и сон, как сняло рукой. И голод, потому что он ради этого все, жил. Он тут же, тут же пробудился, говорит, да, да, у меня есть вопрос, пожалуйста, объясни мне, в чем? Какие признаки Чистопреда? А, это просто странно, вообще. Чистопреда ведет себя подобно соли, петуху и цапли. Ну и такой, как ты, похож на тебя, да. Все, ушел. Не пускай тело состоять. Цель жизни достигнута, получил ответ, ничего не понял. Слушай, цапля, петух. Вообще, ругательный, слушай, петух, Чистопреда петух. собранный отцом и друг осмелся. Слушай, честно, петух, вообще, ничего не понятно. Но ответ принят. Он, как послушный ученик, принял, поблагодарил своему сердцу и отправился опять в Ширанг. Полностью сбитый с толку, договыряло как-то там через много дней. Пришел к своему духовному учению, Парашару начальник. И сказал, вот так, я получил ответ, еще больше запутался, ничего не понял, не знаю. Так с этим, чем было. А что он сказал? Парашару начальник в уши превратился. Что? Он сказал, что чистый, преданный, как соль, как петух и как цапля. Парашар начальник как услышал, он вошел в транс. А сейчас генеральный ответ. Генеральный. Я такого более глубокого ответа никогда в жизни не слышал. Просто потрясающе. Я сейчас не буду вообще больше спецпределить. Что это? Это пример разума. Вы же разум не вернули. Пример того, что с толку мать непостижимо. Но разум тут же суть ведет. Ведет как открытая картинка. И Парашар начальник в трансе объясняет. Говорю, над с вами пол-лекция объяснял, что это значит. А что на своем неужели? Пожалуйста, примите это, с платформы разума. разума. Не знаю, если вот так скомка, то это ни о чем. Завтра. Завтра. Ну, давай теперь возьмем. с теми, кто завтра не будет. Я спешу, что завтра сложен. Да. Кто-то другого расскажет. Стопим. Спасибо огромное. Редактор субтитров А.Семкин Кликс Корректор А.Егорова Последствия. Спасибо. Слушаешься Прабылки? Да.